Есть чем гордиться и жителям Маевского сельского поселения. За минувший год там удалось многое сделать для благоустройства территории, решить ряд проблемных вопросов. Репортаж с открытой сессии Маевского сельского поселения продолжает наш выпуск новостей. В работе открытой сессии Маевского сельского поселения приняли участие глава района Роман Сенеговский и его заместители, руководители структурных подразделений администрации. Первым вопросом повестки дня значился отчет главы поселения Андрея Дмитриевиченко об итогах работы поселенческой власти за 2018 год в планах на перспективу. В прошлом году в казну Маевского сельского поселения удалось собрать более 10 миллионов рублей. Львиная доля расходов была направлена на социальную сферу и решение вопроса благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Решались вопросы с освещением улиц, проводился косметический ремонт объектов социальной сферы, сделана большая работа по ремонту дорог. Но вместе с тем этот вопрос остается на постоянном контроле местных властей. Администрация Маевского сельского поселения впервые в 2018 году приняла участие в правовой программе развития сети автомобилей и дорог Краснодарского края. На 2019 год выделены средства на капитальный ремонт улицы Мира и улицы Зелёной. Специалистами администрации Маевского сельского поселения готовили второй пакет документов для повторного вступления в программу капитальный ремонт на 2019 год, в которую вошли улица Молодёжная, Хутор Себель, улица Центральная, улица Кубанская, Хуторе Маевского. В осенье в 2019 году будет составлен пакет документов наступления в краевую программу по ремонту спортивных дорог на 2020 год на следующей улице. Улица Кубанская, Хутор Маевский от улицы Мира до улицы Сильвина. По детскому саду, по улице Пионерская, Хутор Сильвина. Улица Школьная, Хутор Сильвина. Решаются проблемные вопросы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это замена водопроводной трубы по улице Кубанская, Хутора Маевского. Летом в 2018 году было произведено обследование технического состояния водопроводной сети по улице Кубанской. Общей протяженностью 600 метров. В результате обследования было выявлено непригодность данной трубы для водоснабжения жителей улицы Кубанской. По информации получен от Министерства топливно-регистического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Выделение данной трубы для Маевского сельского поселения заполнировано на начало марта 2019 года. Даже самые отдалённые населённые пункты не остаются без внимания местных властей. Так, благодаря помощи депутата ЗСК Виктора Чернявского и индивидуальных предпринимателей, летом прошлого года в хуторе Троицком была установлена новая детская и спортивная площадка. А в хуторе Колесников расчищена и подготовлена территория под детскую площадку. Приобретены новые формы, которые установят уже к концу марта. Все достижения были бы невозможны без помощи жителей и руководителей предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Маевского сельского поселения. Только так, совместными усилиями всех уровней власти и населения можно решить проблемные вопросы, уверен глава сельской администрации. В завершении своего доклада хотелось бы от души поблагодарить депутата законодательного собрания Чернявского Виктора Васильевича, Валерия Васильевича Паранянс, Белову Жанну Викторовну за активную помощь, финансовую помощь и за содействие в решении жизни за важных проблем поселения. Выразить глубокую признательность и благодарность жителям поселения, предпринимателям, фермерам, ведущим свою деятельность на территории нашего поселения. Хочется сказать большое спасибо, Роман Иванович, вам за детский автобус, который тоже уже 4 года подвозит детей и мамочек в детский сад из отдалённых вторых. Кроме решения вопроса благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства в поселении проводится большая культурно-массовая работа, направленная на военно-патриотическое воспитание молодёжи, заботу о ветеранах, сохранение казачьих традиций. Глава района Роман Синеговский подчеркнул, что важно в равной мере заботиться и о комфорте жизни, и о духовно-нравственном развитии. Раньше, помню, проводили здесь сходы, было очень холодно. Сегодня здесь тепло, музыка играет, настроение у вас хорошее, у нас музыка играет, здание тепло, остановили отопление. И вот, наверное, с малых таких эпизодов складывается улучшение жизни. Я ставлю задачу, чтобы в каждом поселении обязательно был спортинструктор, чтобы был культработник. Наша задача, она стоит и в том, чтобы и культурные мероприятия, и спортивные, и всевозможные творческие мероприятия, походы, выезды, сейчас будет летняя компания, чтобы везде мы участвовали. Расширенная сессия прошла в форме открытого диалога. Жители спрашивали, власть отвечала. Вы в своем докладе дали высокую оценку работе сербинского художественного казачества. Но более года назад мы вышли с предложением, чтобы сербинскому казачьему обществу и обществу ветеранов выделили хоть какое-то помещение для того, чтобы мы могли там собраться. Такое помещение есть. Это бывшая аппаратная, телефонная аппаратная в ныне существующей почте. Я подписал письмо атаманам ходатайства на главу района Романа Ивановича Синеговского с просьбой о предоставлении данного помещения в аренду сроком на три года. Также прозвучал вопрос о ремонте аварийного моста при въезде в Хутор-Маевский. Глава района заверил собравшихся, что эта проблема на постоянном контроле и будет решаться. Нам надо разобраться с его собственником. Памильный отход, все от него открещиваются. Дорожники открещиваются, мильный отход открещивается. Никто не хочет признавать, что это их мост. Но вот сейчас мы проведем здесь мозговую штурму своего рода сделаем. Приедут краевые специалисты, определимся, кто все-таки его собственник, и это мы будем дальше решать. Еще один вопрос, прозвучавший от жителей ремонт сельских клубов. Благодаря помощи районных властей в клубе Хутора «Сербин» текущий ремонт сделан. Впервые за долгое время появилось отопление, но жители обратились с просьбой помочь сделать капитальный ремонт здания. 55 лет клубу исполнилось в этом году. Ни одного капитального ремонта за 55 лет не делалось. Да, крышу нам сделали, и вам спасибо, и ступени нам сделали, и крышу нам сделали, и своими силами мы восстановили тепло. По памяти, как в прошлый раз, мы все мы тут везли, да, огромное спасибо. То есть, пожелание такое, выделить или помочь вступить в какую-то программу, чтобы клуб сделать капитальный ремонт. И внутри, и снаружи. Все поступившие от жителей вопросы и предложения взяты на контроль для дальнейшего их решения. Работа главы поселения и сельской администрации по итогам 2018 года депутатами Маевского совета была признана удовлетворительной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».